Дорогие друзья, в фотографическом музее Дома Митинкова открылась выставка лучших фотографий дикой природы. Называется выставка «Золотая черепаха». На студии фотохудожник, который участвует в этой выставке, Татьяна Криковцева. Доброе утро. Здравствуйте. Расскажите, я знаю, что выставка приехала к нам из других городов. Что это вообще за проект? Как он оказался в Екатеринбурге? Да, это большой проект. Самый главный проект – фотограф-анималистов в России. Это замечательно, что он у нас появился. В других странах также существуют свои собственные проекты. Есть в Италии, есть во Франции очень большой фестиваль. Теперь есть и у нас. В первую очередь он открывается в Москве. В Москву я ездила, меня поздравляли. Было очень приятно. В этом году произошло сотрудничество наших с Францией. И поэтому к нам в этот раз приехала не только наша российская часть, но и очень приятно, что приехала французская часть, то есть Монтеньер. То есть выставка объединяет работы не только российских авторов, но и зарубежных. Более того, сказать надо, что в самой «Золотой черепахе» – это конкурс международный, и участвовало где-то 23 страны. Было 22 тысячи фотографий, 1800 участников. Это очень масштабные проекты, и это очень радует на самом деле. Вы были удостойны награды. Да. С чем вас поздравили? С победой. Студенческая номинация. Ну, какая-то номинация же, да, у вас была? Да, да, да. Мне даже статуэточку такую вручили, как Тэфи, специально отлили бронзовую, там, «Золотая черепаха». Очень приятно на память. То есть вы участвовали в студенческой номинации? Да, я студент. Давайте посмотрим на ваши работы. У нас есть возможность их увидеть сейчас на экране. У вас макросъемка, правильно? Как вы к этому пришли? Вообще, почему заинтересовало? Не конкретно какие-то пейзажи или тигры издалека, например, а вот именно что-то такое маленькое? Ну, тигры издалека, это надо путешествовать. Это, конечно, тоже замечательно, может быть, и заинтересовало бы. Пейзажи? Пейзажи... Да, действительно, в пейзаже я не снимаю. Мне как-то это кажется скучным. Обычным. Обычным, да. Но надо много путешествовать. Этот мир, он у нас практически перед глазами. И его увидеть, и показать другим, это, мне кажется, это гораздо более интересно. Поэтому я занимаюсь макрофотографией. Ну, вот, чтобы сделать портрет, можно даже так сказать, бабочки или кузнечика, наверняка нужно сделать не один десяток или даже сотню фотографий, чтобы получилось то, что вам нужно. Вот какой процент получается вот таких удачных кадров и из какого количества? А вы знаете, это часто зависит от настроения. Порой так кадра три и бывает достаточно. Щелк-щелк, да, и все самое удачное. Ну да, мы же транслируем, постоянно транслируем реальность и видим, когда мы хотим что-то запечатлеть. Ну, фотографии вот эти, они подлежат еще какой-то дополнительной обработке в каких-то графических программах, возможно? Да нет, потому что здесь очень строгий отбор на международном уровне. Они проверяют потом оригиналы, непосредственно полученные с матрицы. Возможно, корректировка уровней, очистка от шума, даже цветокоррекцию, в принципе, они запрещают. И кадрировать можно там 20-30 процентов, не больше. Так что там очень жестко с этим. Я думаю, Татьяна, многих заинтересовала вот то, чем вы занимаетесь. Расскажите, нужно ли художественное образование для этого? Как вообще встать на путь, чтобы научиться вот так фотографировать? Я считаю, что это уже шедевр, то, что мы сейчас видели. Спасибо. Ну, на самом деле, как-то сразу ответить на этот вопрос. Ну, вот у вас есть художественное образование? Образование как такового нет, но навыки есть. Потому что это, знаете, вот когда мы пишем, о буквах мы не задумываемся, мы знаем, что такое. А текст мы уже представляем, что из себя составляет. Тут так же. То есть мы видим целиком кадр, мы не задумываемся о композиции, о ракурсе, но это уже у нас есть. То есть чтобы выработать определенное зрение, надо или обучаться, или, по крайней мере, просматривать фотографии мирового значения. То есть я рекомендую всем ходить на выставки, ознакомиться с достоянием уже человечества. Это очень полезно. Что-то на примерах. Да, да, да. Потому что вырабатывается зрение, и уже не надо там задумываться отдельно. А вот здесь вот я в третье. Это уже все на подсознательном уровне. Ну, как пишешь. Я знаю, что вы со своими единомышленниками собираетесь в клубе по интересу. Да. Где клуб располагается, можно ли как-то к вам примкнуть? Да, пожалуйста. Мы будем только рады. Каждый четверг в 7 часов вечера в фотографическом доме Митинкова проходят наши собрания, так скажем, клубы. Вход совершенно свободный. Любой человек может посетить. Это очень полезно. Ну что у вас там, обмен опытом показываете? Да, 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 обязательно. У вас какие-то мастер-классы проходят. Чем вы там занимаетесь? Бывает разное. Мастер-классы тоже как отдельно. Вот каждый четверг мы собираемся. И с чего начинается вечер? Артем Беркович, замечательный человек, он нас знакомит с достижениями уже как бы и современности, и историей вообще. Вот благодаря им я знаю историю фотографий. Теперь замечательно. Вячеслав Михайлович, наш наставник, после просмотра такого-то сообщения Артема о современной фотографии, мы переходим к просмотру портфолио наших участников. И... Высказывайте, наверное, свою точку зрения. Да, мы высказываем свою точку зрения, помогаем людям. Это очень полезно. Тоже, по сути, обмен опытом. Я думаю, что полезно будет всем зрителям Утреннего Экспресса отправиться на выставку, посмотреть, насладиться, и, возможно, вас это заразит, и в дальнейшем вы тоже займётесь фотографией. Приглашайте, Татьяна, где проходит выставка ещё раз? Напомним. В музей Митинкова. Угу. Там второй этаж. Пожалуйста, приходите. Кроме того, хочется ещё, друзья, добавить, что фотографический музей «Дом Митинкова» приглашает детей с 7 до 12 лет на новогоднюю ёлку в рамках выставки лучшей фотографии дикой природы с 20 по 28 декабря. Выставка фотографий дикой природы победителя международного конкурса «Золотая черепаха» послужит декорацией, музейной мистификацией, в результате которой путешественники узнают много интересных фактов из жизни нашего с вами мира. Итак, приходите на новогодние ёлки, и это всё прекрасно проходит в «Доме Митинкова». Спасибо огромное, дорогие друзья. На студии была Татьяна Криковцева, фотохудожник. Посмотрели на её работу и надеемся, что вы сходите на выставку и посмотрите, и насладеете.